Смотрите во второй части программы. Новые подробности истории допроса американского свидетеля. История с американцем, значит, это на самом деле история, скрывшаяся очередной фальсификацией, да, одной из многих, но уж больно такой характерной, такой вот совсем уже некрасивой. И что было бы с Ходорковским и Лебедевым, если бы процесс показывали по Первому каналу? Что если бы телекамеры ввели репортажи из Хамовнического суда ежедневно, давали бы отчет о том, что там происходит, и вы бы на Первом канале, они вот сюда это все рассказывали. Все замечательно. Ясно, что уже на свободе был бы Ходорковский, разумеется, а эти бы сидели. Вообще, вот последнее время, неделя вот эта, в частности, оно как-то схарактеризуется повышением таких панических, я бы даже сказал, доходящих до судорожных настроений, проявлений, вот как раз с этой стороны, нападаясь с такующей стороны. Да, это проявляется по-разному. Ну, об одном и том же. Ну, вот один эпизод вы упомянули, хотя он был не на этой неделе, а чуть раньше. Дальше, значит, вот такие вот... Это вся история с американцем, это? Нет, да. С структажем американца, это замечательно. История с американцем, значит, это на самом деле история, скрывшаяся очередной фальсификацией, да, одной из многих, но уж больно такой характерной, такой вот совсем уже некрасивой. И ключевая фигура там, вот этот человек, которого зовут Даг Миллер, американец, который был партнером, возглавлял команду аудиторов, работавшую с Юлкасом. И именно его подпись стоит на этом отзывном письме. Значит, его допросили за время следствия, когда в отношении Ходорковского и Лебедя уже оно было закончено и было объявлено об этом. Его после этого допросили, как минимум, это то, что нам известно, восемь раз. Где? В Генеральной прокуратуре Российской Федерации, в Следственном комитете потом. Из этих восьми раз три следа они потом добросили в законченное дело в отношении Ходорковского или в след. Опять не добросили, потому что, видимо, недостаточно там хорошо господин Миллер высказался. Он принес эти копии этих пяти протоколов, и мы узнали, там даже в один день было два допроса, один из них в дело вбросили, один нет. Вот, понимаете? Какие мелочи? Паника, да, паника, потому что сценарий начал шататься, и он сказал, я не приеду в Россию в четверг на этой неделе, забыв, видимо, с кавычек или без кавычек, не знаю, о том, что они говорили в пятницу на прошлой неделе, они сказали, что поскольку Даг Миллер не приедет в Хамовнический суд, и от него есть заявление, надо огласить скорее все его показания, которые он давал в следствии. Но не все, конечно, а те, которые они пришили в дело. Те, которые не пришили, тебе не надо. И вот сегодня будет эта дача показаний, сейчас просто там еще ночь, в Калифорнии, в Сан-Диего. По соответствии с судебным приказам судьи... А в Сан-Диего прокурора Лахтина нет. А, кстати говоря, им предоставлено право участвовать, и мог бы поехать туда и Лахтин, и любой другой прокурор. С английским языком проблемы. Там с переводами вообще же проблемы, как ты знаешь, одна из замечательных, как переводчица Зуева. Там высокая конкуренция в этом смысле между переводчиками. Кто из них более замечательный? Это Роуд прочли как подпись. Виктория Роуд, это улица имени королева Виктория. Да, догадываюсь. А, значит, они прочли это как подписанта письма. Ну, а еще какие проявления? Вот такие совершенно неожиданные сюрпризы. Вдруг председатель Верховного суда России Вячеслав Михайлович Лебедев 15 декабря инициировал пересмотр, внес в президиум представление. И будет пересмотр по новым обстоятельствам первого дела в части той, где признал нарушение Европейский суд по правам человека. Теперь сопоставим даты. Значит, это представление сделано 15 декабря 2009 года. Решение Страсбургского суда октябрь 2007 года. Оно вступило в силу после обжалования неудачного со стороны Российской Федерации в июне 2008 года. Через полтора года открылись обстоятельства. Эти обстоятельства открылись в Кремле, видимо. Ну, где-то озарение опять произошло. Наша задача, Ваша честь, обращаясь к суду, было сказано, опять же, Михаилом Ходорковским от имени стороны защиты. Наша задача не оставить Вам никакой законной возможности вынесения обвинительного решения по этому делу. Никакой законной возможности. Это было сформулировано под протокол судебного заседания. Я не хочу показаться нескромным, но за прошедшее с начала процесса время эта задача в значительной степени реализована. Кстати, при активной поддержке стороны обвинения. Стороны обвинения. Потому что свидетели обвинения, которые приходят, они очень хорошо нам помогают. Почему этот безумный набор свидетелей, они что, не могли предположить степень независимости свидетелей от здравого смысла, который им навяжут Ходорковским с Лебедем? Они же... В чем дело? У них нет никакого разумного выхода из того тупика, в который они себя загнали. Второе обвинение полностью противоречит, исключает первое. Как не скажи, все правильно. Значит, если налоги не заплатили, значит, то, с чего не заплатили, не было похищено. Правильно? С точки зрения здравого смысла, да. Но кого это смущает? Значит, по поводу степени независимости свидетелей, очень характерный штрих. Абсолютно каждый, за редчайшими исключателями, свидетелей, уже четвертый десяток их идет, говорит о том, что его последний раз допрашивали очень недавно. По всем тем обстоятельствам, которые рассматриваются в храмунической... То есть, это, кажется, в шоу-бизнесе разогрев называется, да? Вот. И иногда некоторые свидетели меняют статус, заочность, но это с обвиняемыми. Это тоже событие истекающей недели в отношении одного из юкосовских руководителей. А он ничего не сказал, он с 2004 года уже ничего им не говорит по причине нахождения в другом государстве. Но вот именно сейчас они приняли решение, что пора уже этому человеку и свидетеля перейти в члены организованной группы. Вот как раз ведь я хочу ответить на вопрос, который, значит, задан к этому. Здравствуйте, у меня вопрос к господину Симонову, а также господам журналистам. Скажите, пожалуйста, что делается для того, чтобы обеспечить максимально широкую гласность правдивой и объективной информации о деле Ходорковского и Лебедева? Нет никакого общественного мнения, нет влиятельного общественного мнения. Я говорю, что если бы телекамеры вели репортажи из Хомовнического суда, ежедневно давали бы отчёт о том, что там происходит, и вы бы на Первом канале, они вот сюда это всё рассказывали. Всё замечательно. Ясно, что уже на свободе был бы Ходорковский, разумеется, а эти бы сидели. Поэтому трансляция в соседний зал угрожает интересам свидетелей. Да, разумеется, разумеется. Это вопрос, конечно, не юридический и не вопрос журналистов, а вопрос политический. И Светлане можно ответить прямо, что в авторитарных странах... Подобная процедура не предусмотрена. Не предусмотрена. Несвободная пресса, независимый суд, перспективы. Мы будем работать, не покладая рук, над выполнением той задачи, о которой я сказал. Чтобы не оставить суду никакой, ни малейшей законной возможности вынесения обвинительного приговора. У нас есть ощущение, что сегодня нет такой вот однозначно жёсткой заданности, вот такой жёсткой завертикаленности по поводу перспективы этого второго процесса. За время процесса изменилась атмосфера в зале? Она периодически меняется, я так вам скажу, волнообразна. Вот сейчас она очень напряжённа из-за вот этих судорожно-панических настроений, состояния, мы это чувствуем просто вот в воздухе, да? Если вам не нравится погода в Новой Англии, подождите 10 минут. Марк Твен. Президентр Михаила Ходорковской, Платона Лебедева, Алексей Кириллович Симонов и Вадим Владимирович Клюфгант были сегодня моими собеседниками. Спасибо. Спасибо.